Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих. Вот сегодня я снова работаю в рассадной теплице, досаживаю, довысаживаю свой перец. Вы видите, что эта половина, вот вся уже покрылась зелеными сеянцами. Я сегодня закончу, вот высаживаю кубышку и возможно я приду еще сюда не скоро. И разговор о массовом выращивании перца, перца для торговли, для продажи, будет уже, теперь когда он будет готовый, буду его вынимать и показывать. Но сейчас я хочу рассказать, поговорить еще на одну тему. Вот многие огородники, те которые всю жизнь считают, что перец нужно выращивать только без пикировки, пикировать нельзя, считают, что он слабый, капризный, что его очень сложно вырастить. Они, конечно, в шоке от моих этих манипуляций. Они в шоке от того, что я густо сею, загущенный, вот сейчас покажу. Что я пикирую не вовремя, не в фазе одного листа, даже если вот как они предполагают, что должна быть, если пикировка, то только по рекомендованным срокам, один лист или два листа. У меня, видите, они сидят до пяти, до шести листьев, я их не пикирую. Некоторые вообще даже начали присылать мне в одноклассники фото, что нужно перец выращивать вот так, только по одной, в стаканчик, в отдельный, сразу, без пикировки или с пикировкой, когда он маленький. Конечно, все мои вот эти вот действия приводят их в шок, потому что они идут в разрез с рекомендациями специалистов и с привычным нашим мнением о выращивании перца. Но я всегда вам говорила, еще раз повторю, что есть рекомендации специалиста, как надо делать, есть еще один способ, как можно делать, и есть третий способ, как я хочу. Вот я все эти три способа использую, когда хочу по рекомендациям специалистов, когда хочу, как мне удобно. Сейчас расскажу, почему я так начала выращивать. Если честно, когда я посадила первый раз перец вот так, я не знала о нем ничего и не читала. Интернета у нас не было, все это было не очень развито. И я, если честно, думала, что перец выращивается так же, как томат. То есть мы загущенно садим, потом мы пикируем тогда, когда они разрастутся. И вот я так посеяла его, густо-густо, как вот сейчас я сею вот эти лотки. Густо-густо посеяла, подождала, когда он так шапкой, ну, разрастется. Распикировала его так же в теплицу, как томаты, и так же вырастила. И вырос он у меня прекрасно. И только потом, впоследствии, я узнала, что я делаю все неправильно, что по правилам его так нельзя выращивать, нельзя так сеять, и все. Но сейчас, когда я продолжаю так, зная уже все правила, я и так, и так выращиваю по-разному. Когда я продолжаю так выращивать и вижу хорошие результаты, я хочу вам вот высказать свое мнение. Почему вот этот перец у меня после загущенных посевов, после поздней пикировки с четырьмя, с пятью листами, вот посчитайте, сколько листьев у него, раз, два, три, четыре, пять, шесть листьев. Почему он так хорошо приживается? Он не болеет, и я вам потом покажу, если, конечно, мороза не будет, то почти стопроцентный выход, то есть стопроцентная приживаемость вот таких сеянцев. Но если уж какой-то замерзнет от мороза, это не считается. Это считается естественной убыль, все. Сейчас я вам покажу перцы, которые я сейчас вынула садить, и расскажу, почему я думаю, что хорошо они приживаются. Вот при загущенных посадках, вот сейчас я кубышку вытащила, они росли вот до такого состояния, вы видите, что перчины уже очень большие. И почти на каждом, на каждом у них уже корни как мочалки, и почти на каждом стволе у них огромное количество вот этих дополнительных воздушных корней. Видите вот эту бороду? Прям борода. И когда я его высаживаю, вот столько будет он в земле, когда я его высаживаю в землю, вот эти вот корни, которые очень долго ждали, в своей очереди ждали земли, они, конечно, очень быстро происходят с цепкой с грунтом. Можно сказать, что этот перец, он когда до этого, до грунта доживает, он, наверное, так рад, что ему наконец-то вот этим корням дали землю, что он очень-очень быстро прицепляется к земле и очень быстро начинает идти в рост. До сих пор есть люди, которые почему-то думают, что перец не образует дополнительных корней. Вот он был в земле вот досюда, видите, где мочалистый корень, и где дополнительные воздушные корни. Еще некоторые умудряются об этом писать в интернете, что не заглубляйте перец, он не образует дополнительных корней. Я уже говорила, что так может написать человек только тот, который ни разу вообще не выращивал перец. Он очень хорошо образует дополнительные корни. И вот в моем случае, когда я говорю про загущенную посадку, про позднюю пикировку, именно вот эти дополнительные корни, они, скорее всего, и дают такой эффект приживаемости. Вот видите, эти поменьше маленько, они посеяны позже, но уже у них у всех вот эти дополнительные корни, они уже образуются. Но вы представляете, когда я их суну в землю, вот они, они белые, видите? Когда я их заглублю, конечно, они очень-очень быстро приживутся, потому что они ждут, вот эти корешки только и ждут того, вот, ну вот. Это называется, перец не образует корни дополнительные. И вот мое мнение, что вот при таких загущенных посадках и при поздней пикировке именно создается там у них внутри такой микроклимат, им там влажненько, густовато, места мало. Это все способствует очень активному образованию вот этих дополнительных корней, которые при высадке в грунт помогают растению быстро-быстро-быстро прижиться, прийти в себя и вырасти. И вот с такой, кстати, вот с таких сеемцев получается рассада намного лучше, чем та, которую садим поодиночке, может быть, даже и не пикируем, не знаю. Но вы представляете, какая дополнительная корневая система сейчас будет у перца. Ну и ясно, любой огородник, который хоть что-то, хоть когда-то садил перец, он понимает, что с такой корневой системой будет прогресс. Ясно, что и рост, и питание будет больше растению, и рост будет сильнее. Но это мое личное мнение, я никогда не говорю, как некоторые, и что так делать нельзя или делайте только так. Просто я вот поделилась своим соображением на основе многолетнего опыта выращивания вот таких вот загущенных посевов. Рассада получается хорошая. Нам сейчас самое главное, чтобы не было мороза. Вот у меня тут тоже сибирички, которые в тоннеле будут высажены. Я их тоже выращиваю загущенные, пикирую сразу в открытый грунт. Ну там в фазе каких листьев, как получится. Вот сейчас у них два листа, если будет холодно, до трех листов будем ждать. Тоже очень хорошо приживаются. И вот с этих вот посевов получается самая-самая стойкая, самая крепкая, самая толстая рассада. До свидания. С вами была Ольга Чернова. И это небольшой такой рассказ на тему, почему же после того, как я густо сею, поздно пикирую, и казалось бы, не соблюдая никакие правила специалистов по выращиванию перца, почему рассада так быстро приживается и дает стопроцентный результат приживаемости. Вот я вам объяснила, может быть, кто-то, логически поразмыслив, действительно подумает, что действительно вот это так, и попробует посадить на следующий год перец не очень редко, с пикировкой в фазе 4-5 листьев, и посмотреть, какой будет результат. Все, до свидания.